В эфире программа ДПС на ОТС. В студии работает Ксения Корзун. Здравствуйте, смотрите сегодня. В эфире программа ДПС на ОТС. В студии работает Ксения Корзун. В эфире программа ДПС на ОТС. В студии работает Ксения Корзун. Надо мной машина. Вытащили. Металл весь ушел. Оторвало колесо. Кабина вон вторая лежит. По предварительной информации, инициатором ДТП стал шофер фуры. Он двигался по Р-254 «Иртыш» в направлении Новосибирска. В какой-то момент выехал навстречу. Грузовик протаранил КАМАЗ, а после столкнулся с БМВ. Машины перекрыли большую часть трассы. Инспекторы организовали на участке реверсивное движение. По словам очевидцев, в аварии участвовала еще одна машина. Водитель иномарки, пытаясь уйти от столкновения с фурами, выкрутил руль и также слетел с дороги. С Фреда мужика вытащили. Переоманный весь. Лежу в кувете. Здесь два столкнулись. Два трупа. В кабинах людей нету. Их просто разорвало. Однако по официальной информации погиб один человек. В ГИБДД сообщили, что шофер КАМАЗа скончался до приезда медиков. Его личность и возраст устанавливают полицейские. Инициатора ДТП доставили в больницу с многочисленными травмами. Точные обстоятельства трагедии выясняют специалисты. И еще одно столкновение грузовых автомобилей зафиксировали в Коченевском районе Новосибирской области. Это ДТП аналогично предыдущему произошло на встречной полосе. Есть погибшие. За рулем Ивека был дальнобойщик 1997 года рождения. Он ехал по северному обходу в сторону мегаполиса. На 25-м километре автодороги не справился с управлением. Тяжеловес оказался на встречке, где протаранил грузовой Бенц. Кабина одного из многотонников отлетела в кювет. Кузов развернула поперек трассы. Шофер Мерседеса получил травмы, несовместимые с жизнью. Найти документы в покореженной машине у полицейских не получилось. Сейчас они устанавливают личность погибшего. Водителю Ивека помощь медиков не потребовалась. Отмечу, что если подтвердится версия с опасным обгоном, то инициатору ДТП грозит уголовное наказание. Кстати, под статью попал и житель Берска. Молодой человек всего за пару лет водительского стажа успел лишиться прав, устроить аварию с пострадавшими и снова нарушил закон. Почти год назад суд обязал 20-летнего Берчанина сдать водительские корочки на 18 месяцев. Парень не дождался окончания наказания и в минувшую субботу сел за руль иномарки и отправился кататься по городу. Но поездка была недолгой. Автолюбитель спровоцировал ДТП. Автомобиль Хонда ЦРВ под управлением 2002 года рождения водителя двигался со стороны Берского санатория в сторону центра. Совершил столкновение возле дома 1А по улице Ленина с автомобилем Тойотом Биус под управлением водителя 81 года рождения. В результате столкновения пострадала 35-летняя пассажирка Тойоты. Женщину доставили в Берскую ЦРВ с различными травмами. А водителя Хонды поместили в изолятор временного содержания. Берчанин отказался проходить процедуру медицинского освидетельствования. К другим темам. Жители Калининского района пожаловались на администрацию. Дело в том, что в частном секторе не убирают снег с дороги. Местные автомобилисты уже привыкли вытягивать из сугробов машины соседей. Но накануне там застряла даже спецтехника. Вот о чем и следовало говорить. Улица Двинская, 21. Пожарная машина застряла в снегу. Администрации обращались. Ну, бесполезно. Вот первая же пожарка застряла. Аналогичная жалоба появилась и от автомобилистов из Кировского района города. Люди рассказали, что из-за непродуманной автомобильной развязки и нечищенных дорог Жителям приходится тратить около часа на то, чтобы просто выбраться за пределы жилмассива. Это Южный Чемской. Матрешки, акварельный, дискусс. Вот уже 40 минут едем. Ну, метров 200. Каждый день такая вот ситуация, пробки. У нас всего два выезда. На Петухово и через Северо-Чемскую. Я еду в сторону Северо-Чемского. Пытаюсь пробраться, и ничего не получается. Обещали нам построить дорогу, расширить дорогу. Вместо этого разрешили построить прямо возле дороги еще вот один вот такой вот человейник, муравейник. На регулярные пробки посетовали и жители Берска. С их слов, из-за автомобильной развязки на выезде из города постоянно происходят аварии, которые провоцируют заторы. А все потому, что многие водители просто не понимают, куда им нужно ехать. Вот столкнулись отечественный автомобиль и импортный. Ну и вот такую пробку на трассе, на спортивной, на Ленина, в Берске создали участники этого ДТП. Водитель ВАЗа признался, что не разобрался с проездом по четырехполосной дороге. Мужчина пояснил, что подобное с ним случается впервые за 11 лет стажа. Но многочисленные жалобы автомобилистов в Минтрансе пообещали, что в этом месте установят запрещающие знаки и рассмотрят вопрос об оснащении участка светодиодными лентами. Кстати, работники Берского автотранспортного предприятия обеспокоены безопасностью пассажиров. Всего за пару дней в городе произошли три аварии с участием общественного транспорта. Во всех случаях, по мнению экспертов, причиной стало неудовлетворительное состояние проезжей части. Сначала заснеженную дорогу не поделили автобус номер 3 и легковушка. На следующий день столкнулись однерка и грузовик. А спустя пару часов произошла аналогичная авария с участием восьмерки. Все ДТП были без пострадавших. Но если ситуация не изменится, может случиться беда. И на этом пока все. В студии работала Ксения Корзун. Соблюдайте ПДД и до встречи в эфире ОТС. ПДД и до встречи в субтитрах. Субтитры создавал DimaTorzok Базов будем оформлять.